Небезопасная детская площадка. Шелиховчане переживают за здоровье своих детей, обращаются в инстанции с просьбой о ремонте. Долго ли его ждать? Конверты с почтовой маркой «Иркутск город трудовой доблести» теперь можно отправить в любой населенный пункт. Это еще одна дань памяти о подвиге десятков тысяч иркутян. Весточка с передовой в центре Иркутска. Сегодня в сквере имени Кирова открылась выставка. Рядом с фотокарточками стихи поэтов и фрагменты фронтовых писем. Три лесных пожара потушили в Иркутской области за прошедшие сутки. Возгорания ликвидированы в Бадайбинском, Братском и Тайшетском районах. Причина их возникновения – одинаково неосторожное обращение с огнем. На утро 29 августа продолжается тушение пожара на площади 12 гектаров, действующего в 10 километрах от поселка Большой Патом в Бадайбинском районе. Сегодня в тушении пожара задействовано 56 специалистов. Тем временем 4 туристических маршрута закрыли в Прибайкальском национальном парке. Причина – высокая опасность возникновения лесных пожаров. Разрешение на посещение нацпарка временно не выдают по маршрутам Бугудейка – урочище Марта, Петрова, Тырган – урочище Саганзаба, Чернарод, Сарма, Курма, Тажираны. Зато ранее закрытый по техническим причинам маршрут 236-й квартал Патчеглова в Большереческом участковом лесничестве Прибайкальского нацпарка привели в порядок. Он безопасен и готов принять посетителей. К другим темам. Когда игры и веселье рискуют обернуться травмами. Детская площадка одного из дворов Шелихова, по словам местных жителей, уже давно пришла в негодность. Вот только с ремонтом объекта не спешат. Наша съемочная группа отправилась на место и выяснила все обстоятельства. На этой площадке Светлана Галустян часто гуляет вместе со своим ребенком. Шелиховченко признается – качели, горки, тренажеры, воркаут не просто устарели, а несут серьезную опасность. Всюду гвозди, некоторые ступеньки лестниц уже давно выломали. На баскетбольном корте износилось покрытие, а из забора торчат прутья. Забор мы еще, видимо, уже маленько привыкли к этому вопросу. Здесь касаемо горок пошло, уже пристали ремонтировать даже детские горки. Горки сломаны, на них кататься невозможно, детям травмоопасно. Торчат прямо металлические. Обращалась сначала в администрацию, сказали, занимается управляющая компания. Звоним в управляющую компанию, управляющая компания просто не берет трубки, не отвечает. До них дозвониться, застучаться невозможно. Этот двор курирует муниципальная управляющая компания. Ее руководитель нам рассказал. Никаких обращений от жителей им не поступало, но решать проблему будут. Для этого необходимо подключить профильного подрядчика, который специализируется на подобных объектах. Будет организована выездная комиссия с оценкой технического состояния данной площадки. Будем проводить подбор подрядной организации сертифицированной, потому что детские площадки сейчас очень подконтрольно, поднадзорно. Выполняются работы сертифицированные материалы, то есть специализированные организации выполняют данные ремонты. Оценим и будем планировать на следующий год уже. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. В память о подвиге десятков тысяч иркутян. Сегодня в здании областного правительства состоялось торжественное гашение марки «Иркутск – город трудовой доблести». Почтовые конверты с ней уже планируют представить на площадке нашего региона форума «Россия в Москве». У областной столицы новая почтовая марка. Знаменитый танк «Иркутский комсомолец» напомнит всем жителям страны о звании «Город трудовой доблести». Гостям торжества вручили первые почтовые конверты и специальный штемпель. С помощью оттиска почтового штемпеля фиксируется важное событие или дата, сохраняя таким образом его в памяти поколений. Вот это сегодняшнее событие – это продолжение дань уважения к исторической памяти, которая на долгие-долгие годы будет сохранять эту память о людях, которые в очень сложное время, в очень непростых условиях, через немогу, в очень часто молодом возрасте, порой юном возрасте, создавали и ковали победу в тылу. Участникам исторического события, представителям общественных организаций области и города, а также предприятий Иркутска, которые в годы войны работали в тылу, вручили памятные рамы с только что погашенными маркированными конвертами. А совсем скоро марки отправят в Москву. Там их представят на площадке нашего региона в форуме «Россия в Москве». 200 тысяч иркутян, жителей Иркутской области убыл на фронт, 100 тысяч не вернулось. 100 тысяч человек проходили лечение в 46 госпиталях. Сотни танков, самолетов, миллионы снарядов, снаряжения, патронов. Это труд героический. И я уверен, что сегодня кто проживает, он должен отдавать дань уважения старшему поколению, героическому поколению, с которых мы должны брать пример. Отметим, марки уже не первый символ звания «Город трудовой доблести». В октябре прошлого года в Иркутске установили памятную стеллу. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас. Сотрудники ОМОН «Шквал» из Иркутска заняли второе место на 10-м открытом чемпионате по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Соревнования проходили в Чеченской республике. Почетным гостем стал глава региона Рамзан Кадыров. В соревнованиях участвовали 17 команд элитных силовых ведомств из 10 регионов России. Команды преодолевали 15 уникальных упражнений, максимально приближенных к реальным боевым действиям. Ранее наша команда принимала участие в данном чемпионате несколько лет назад. Был большой задаток, большой интерес для подготовки и совершенствования своих сил. Было интересно вновь принять участие и показать тот уровень мастерства, который сотрудники достигли спустя это время. Мы готовились, мы максимально вкладывали усилия. Уже по сложившейся традиции в Иркутске проходят августовские педагогические совещания. Для образования 2023 год особенный, он объявлен годом педагога и наставника. Основная задача на конференции понять, что необходимо на сегодняшний день педагогическому сообществу. Более подробно расскажет Юлия Бархатова. Большое внимание в Иркутске уделяют системе образования и педагогам. Делают все возможное, чтобы престиж профессии учителя повышался. Уже второй год подряд победителю муниципального конкурса профессионального мастерства «Учитель года» дарят квартиру. Также строят социальные объекты, модернизируют учебные заведения. Так, в этом году в школе номер 57 запускают новое здание для начальных классов на 500 мест. На его строительство выделили 83 миллиона. От педагогов зависит не только будущее конкретных этих детей, а будущее нашей страны. Поэтому то внимание, которое уделяется сейчас именно педагогам, оно замечательно. Поверьте мне, я в образовании уже достаточно давно. И я очень рада, что я сейчас в это время могу принять то активное участие в обустройстве новой школы, в возможности дать новое качество образования. В этом году все мероприятия конференции прошли в течение нескольких дней и завершатся 30 августа едиными педагогическими советами в образовательных организациях города. Все секции посвящены трем основным темам – реализации мероприятий года педагога и наставника, организации воспитательной деятельности, системе организации профессиональной ориентации обучающихся. Сегодня мэр города Руслан Болотов наградил руководителей образовательных организаций. Очень важно, мы вот сейчас говорили, 25-й год у нас есть с вами программа. Так вот я очень бы просил, чтобы вы начали разрабатывать программу, которая пойдет с 25-го года. Времени осталось немного и те планы, которые мы перед собой поставили, мы реализуем. Нужно идти дальше за этот период планирования и формировать программу до 30-го года, что мы должны сделать в системе образования для того, чтобы оно было лучшим, лучшим в стране, лучшим в Иркутской области. Обмен научным и практическим опытом среди профессионального сообщества по вопросам модернизации образования и образовательной среды – это главная цель августовского педагогического совещания. Юлия Бархатова, Иван Прокудин. Новости сейчас. Весточка с передовой в центре Иркутска. Вторую часть уличной выставки о жизни бойцов в зоне СВО открыли в сквере Кирова. На 20 стендах организаторы разместили 200 фотографий военнослужащих из Бадайбоу, Соли, Сибирского, Черемхова, Иркутска и других городов и районов области. Рядом с фотокарточками стихи поэтов и фрагменты фронтовых писем. Все это можно рассмотреть даже вечером, благодаря подсветке. Мне очень захотелось показать, а как там ребята на самом деле. Мы видим только чаще всего в новостях камуфляж, оружие и все. А как они живут, чем они там дышат, мы не знаем. А это очень важная часть их жизни. И когда мы начали собирать фотографии, мы поняли, насколько это важно не только для них, но и для нас. До старта первого международного фестиваля документального кино «Артидок» время героев осталось чуть больше полумесяца. Он пройдет в Иркутске с 15 до 17 сентября в Доме молодежи. Зрители увидят 14 документальных фильмов о героях специальной военной операции. Смогут встретиться с авторами киноленты, поучаствовать в деловой программе. Посещение всех мероприятий бесплатно по предварительной регистрации на сайте фестиваля. В день открытия всех ждет большая премьера «Лента жены». Фильм автора документального канала «РТ» Айгуль Хирбуловой рассказывает о том, как жены бойцов помогают приблизить победу, пока их мужья на передовой. На фестивале состоится еще несколько примеров. Режиссер Евгений Мухортин с автором Максимом Васюновым сняли документальную ленту «Куклы, книги и война» декабрь 2022. Среди громких премьер фестиваля фильм «Жертвы говорят». Новая в программе – фильм итальянского журналиста Элизио Бертолази «Люди без мира». Кроме того, зрители увидят ленту «Скрипичный ключ» петербургского документалиста Артура Ходырева, «Сила» режиссера Екатерины Китайцевой и автора Руслана Гусарова, «Донбасс-2022» французского режиссера-документалиста Анлор Банель. «Я ушла на войну» режиссера Ольги Кири, казаки военных документалистов Ольги Кири и Олега Никишева, «Морпехи», «Сильный духом» автора Артура Соколова и другие картины. Все начинается с белья, стиль, настроение, походка. Белье хорошее, охотно. В «Миледи» покупаю я. Салоны нижнего белья «Миледи» и «Люмери». Любимые бренды, разнообразные модели, все размеры. Найди свой салон «Миледи» или «Люмери». И коротко о спорте. Спортсмены Иркутской области успешно выступили на первенстве Сибирского федерального округа по теннису. Так, в одиночном разряде первое место занял Максим Лавыгин, второе место Дмитрий Левит. Он же победил в парном разряде. Бронзовыми призерами стали Всеволод Змановский и Станислав Золотарев. Среди девушек в одиночном разряде золотой медаль завоевала Алиса Зиаддинова. Она же одержала победу в парном разряде со спортсменкой из Омска Олесей Стокусовой. Напомним, первенство СФО по теннису среди юниоров и юниорок до 19 лет Иркутск принимал впервые. И я напоминаю, что вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте ASTV.ru и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а у меня на этом все новости вторника. Берегите себя и до встречи на АСТе, ведь мы работаем для вас.